Между тем в Киеве обсуждают, как поссорился Михаил Саакашвили с Арсеном Аваковым. Одесский губернатор и глава МВД сцепились на заседание нацсовета по реформам. Осыпали друг друга оскорблениями, нецензурно выражались, едва не подрались, один даже начал бить посуду. Как именно все произошло, можно догадываться только по комментариям самих участников. Видео с заседания президентская администрация не публикует. Из-за чего такой раздор, узнала Ольга Князева. Видео скандала, которое в администрации президента назвали позором для Украины. Михаил Саакашвили считает обязательным к обнародованию. На срочно собранной пресс-конференции в Киеве он в деталях рассказал журналистам о своей перепалке с премьер-министром и министром МВД. Арсен Аваков перешел на нецензурную брань, на что получил замечание президента, что нельзя ругаться такой ситуации, на что он потом пытался запустить меня стаканом и полезть в траку. Свою, безусловно, отличную от трактовки Саакашвили версию представил и министр МВД Украины. Детали скандала Аваков смаковал уже в социальных сетях. Одесский губернатор сорвался в истерику и начал орать на меня. Никто не имеет права так разговаривать с Михаилом Саакашвили. Ты коррумпированный министр, а я честный человек. Перешел к прямым оскорблениям. Я воздержался от того, чтобы его ударить, преснул ему в лицо водой. Я давно не видел настолько ошизевшего популиста, не давал сказать ничего, перебивая всех, включая президента. Саакашвили пустобрех на трудностях, не отвечающий ни за что. Хватит мне артистов и циркачей. Пахать надо, а не трепаться. Масло в огонь подлил премьер-министр Украины. Арсен Яценюк обозвал меня гастролером, призвал меня убраться из страны. Обвинение премьеров в коррупции – любимая тема губернатора Одесской области. Но прежде Яценюк был гораздо сдержаннее в ответах Саакашвили. Не гоже бывшему президенту публиковать лживые сведения. В этот раз в обвинительных речах Саакашвили появилась конкретика. Объектом коррупционных схем он назвал Одесский припортовый завод – одно из крупнейших предприятий химической промышленности страны. За украинского монополиста по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Больше 10 лет дрались олигархи. Теперь завод включен в список приватизации, которая интересна иностранным донорам Украины. Причину – бурной реакции министров. На заявление губернатора эксперты предлагают искать в недавнем визите вице-президента США. Ожесточенное сражение украинских чиновников может быть связано с двумя причинами. Первое – это был реальный сценарий Байдена, устроить здесь такой скандал, неразбериху, в итоге который завод будет передан под управление американской компанией. Или наши чиновники дерутся за право продать Байдену это предприятие. За это предприятие, возможно, обещан большой бонус. Петр Порошенко, на глазах у которого почти подрались высокопоставленные чиновники, еще не решил, чью сторону принять в конфликте. Непопулярного сегодня премьера или своенравного губернатора, которого он сам же приглашал на работу. В пресс-службе администрации пока только заявили, видеоскандалы публиковать не будут. Что, впрочем, не остановило активное обсуждение темы в интернете. Министру МВД напомнили, кидаться он умеет и предметами потяжелее стакана с водой. Ты боишься? Я ничего не боюсь. Отступай, смотри. И не боюсь. Ольга Князева, Максим Семин, Первый канал, Киев.